Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Первая студия. Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого гражданина. В Казахстане начался осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. С какими проблемами приходится сталкиваться с сотрудником военных комиссариатов? Каков индекс здоровья жамбулских призывников? Я надеюсь, что на эти и другие вопросы нам помогут найти ответы гости первой студии. Начальник управления комплектования Жамбулского областного департамента по делам обороны Симтиков Коныш Алпозбаевич И начальник медицинской службы Жамбулского областного департамента по делам обороны Золотарев Сергей Валерьевич Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 453800. Звоните, принимайте активное участие в нашем разговоре. Господа и офицеры, благодарю вас, что вы потратили свое время, пришли в нашу студию. Но я думаю, что тема нашей сегодняшней бензина очень важна, поскольку начался осенний призыв. И первый вопрос я адресую вам, Хрону Салпозбороджу. Есть ли какие-то отличия призыва 2023 года от предыдущих? Сколько человек вы планируете призвать после текущего года в ряды вооруженных сил Республики Казахстан из нашей Жамбулской области? Главным отличием в предстоящем призыве от предыдущих – это инициирование на законодательном уровне льгот для призываемых на срочную воинскую службу молодых людей. Первое. Льготы в системе образования. Отслужившие срочную воинскую службу ребята могут без учета ИНТ на платной основе в течение календарного года поступать во все вузы страны. Также те солдаты, которые показали наиболее высокие результаты в сфере боевой подготовки, смогут получить возможность обучиться высшеучебным заведениям, учитывая стопроцентную скидку, предоставленную вузом. А также без экзаменов поступить в военные учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан. Второе. Уже подписан мерам меморандум между Министерством обороны и Агентством по регулированию развития финансового рынка о взаимном сотрудничестве по вопросам предоставления отсрочки платежей по банковских займам и микрокредитам на период прохождения ими срочной воинской службы. Третье. Рассматриваются вопросы для поддержки молодых солдат по предоставлению членов их семьи льгот при оплате коммунальных услуг. А также рассматриваются такие вопросы, как получение в период службы солдатами рабочих специальностей, востребованных в секторах экономики. Осенью текущего года из нашей области планируется призвать на срочную воинскую службу около полутора тысяч призывников. Надеюсь, что внесенные новшества по социальной поддержке молодежи положительно скажутся на решение молодым ребят по поводу прохождения ими срочной воинской службы. То есть, Сергей Владимирович, если я правильно понял, то есть льготы, то во-первых, юноша, отслуживший в вооруженных силах срочную службу, может бесплатно, без ЕНТ, практически без экзаменов поступить в любой вуз страны. Правильно, Господи. Так точно. Первое. Второе. Юноша, который служит в армии, который взял кредит, ну, вся закредитована население, понятно, да? Понятно, да? То есть, он получает кредитные каникулы на срок, пока он надает, как говорится, пополняет свой эссоциальный. Боинский долг. Совершенно верно. Ну, это действительно, это большие плюсы, я думаю, что... А вот касательно еще плюс, его семья может рассчитывать на кельготы, да, Кита? В настоящий момент эта работа проводится руководством Министерства обороны, чтобы закрепить это все, соответственно, на законодательном уровне. Ну, вот это уже действительно новый Казахстан, это действительно очень интересно, я думаю, что вот эти инициативы, они, безусловно, будут пособствовать тому, что много молодых людей пойдут служить в вооруженные силы. Хорошо. А как вот на современном этапе вы оповещаете про земников? Да, вот я помню, вот когда я был юношей, да, там были повестки, по почте приходили, да, но сейчас вот как бы не везде вижу даже эти почтовые ящики в домах и в квартирах, да, как бы, да, железная дверь и все, не представляю, да. Первый вопрос, а вот как вы призываете этих выпускников на современном этапе, какие-то электронные виды призывы, как там КАСПИ или так далее, СМС с оповещения, как это сейчас вообще? Если в прошлые годы оповещение проводилось только повестками, то есть, как вы говорите, люди разносились, специально для этого существуют и настоящие технические работники, то с этого года широко применяются электронные СМС-сообщения, которые рассылаются операторами мобильной связи. Данная мера объясняется трудовой миграцией граждан, в связи с чем вручение повесток не представляется возможным. Соответственно, СМС-повестки приходят с портала 14.14 и персонально на закрепленный мобильный телефон каждого гражданина, а все, соответственно, мы сейчас прекрасно знаем, что все сотовые телефоны, они зарегистрированы, и у каждого человека есть свой мобильный номер телефона. То есть, а призывник не может оправдаться тем, что я якобы не получил повестку, якобы не знал? Сообщения, поступившие призывнику, они автоматически подтверждаются, соответственно, операторам сотовой связи. Вот в этой связи вопрос, какая ответственность предусмотрена за уклонение от воинской службы? О льготах мы сказали, льгот много, а вот кто убегает? 5. Уклонение от воинской службы предусматривает уголовную и административную ответственность. Согласно статье 387 Уголовного кодекса Республики Казахстан, уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до 1 тысячи местных расчетных показателей. В настоящий момент это 3 миллиона 63 тысячи тенге. Либо исправительным работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок. Освобождение от уголовной ответственности возможно лишь в случае, когда призывник добровольно явился на призывной пункт для призыва ряды вооруженных сил. Наиболее часто применяемая статья административного кодекса является статья 647. Она называется «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету», нарушение которой влечет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей. Следующие изменения внесены в порядок освобождения призывников от призыва на воинскую службу и порядок предоставления от срочек. В целях минимизации контакта призывников с работниками местных органов военного управления, то бишь, чтобы было более понятно, военкоматов, функции по освобождению от призыва и предоставлению от срочка от призыва осуществляются как государственная услуга и оказываются через государственную корпорацию правительства для граждан по принципу одного окна. Для получения государственной услуги, как отсрочка или освобождение от призыва, физическое лицо направляет услугу отдателю, то есть нам, через веб-портал электронного правительства, через ЕГОВ личный кабинет, заявление в формате электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью. К заявлению на оказание госуслуги прикрепляются электронные копии документов, подтверждающих право на получение отсрочки либо освобождение от воинской службы. Оказание данного вида государственной услуги оформлено и закреплено приказом министра обороны Республики Казахстан номер 605. Более подробную информацию можно получить в центрах обслуживания населения. Спасибо. Сергей Валерьевич, ну давайте вас привлечем к нашей беседе, ясно и вы заскучали, а тем не менее к вам очень много вопросов. Напомню, что Сергей Валерьевич Золотарев у нас является начальником медицинской службы Жамбулского областного департамента по делам обороны. То есть именно вы определяете годен, и вы, и ваши коллеги, годен или не годен, или иной юноша в службе вооруженных силах. В этой связи вот такой вопрос. Как на современном этапе проводится медицинское свидетельство призывников, и какими нормативно-правовыми актами вы руководствуетесь, именно врачи военно-медицинских комиссий? Врачи медицинских комиссий руководствуются двумя руководящими документами. Это приказы министра обороны номер 716 от 21 декабря 2020 года, правила проведения военно-врачебной экспертизы, и приказ министра обороны номер 722 от 22 декабря 2020 года, требуем предъявляемых к состоянию здоровья. Также врачи-специалисты медицинских комиссий руководятся протоколами диагностики и лечения нозологических различных форм. Проводится медицинское свидетельство граждан призывного возраста в два этапа. Это предварительное медицинское свидетельствование, которое проводится по месту учета призывника, и контрольное медицинское свидетельство, которое проводится на областном сборном пункте Департамент по делам обороны Жаннобургской области. То есть гражданин проводит два фильтра, скажем так, это предварительно и контрольно, по завершению которого гражданин либо подлежит призыву, либо предоставляется освобождение, либо отсрочка. Вот в этой связи еще один вопрос. А вот, ну, как бы, да, даже меня, когда призывали, я эту картину видел, и, как бы, соцсети полнятся кадрами, да, что вот, ну, в народе говорят, откосить, да, некоторые ребята приходят, не хотят служить и говорят, вот у меня плоскостопие, вот у меня это болит, вот у меня то болит, да, то есть, как бы, да, в этой связи вопрос. Каков алгоритм обследования тех призывников, которые жалуются на свое состояние здоровья? То есть, как бы, да, есть те, кто хочет просто откосить, а есть кто действительно, у которых есть болячки, да, и, наверное, вы и ваши коллеги должны установить. Как это происходит? Значит, как я сказал, на этапе предварительного медицинского свидетельствования, то есть, там, где он стоит на воинском учете, если призывник, гражданин предъявляет жалобы на состояние здоровья, то врачи либо амбулаторно, либо стационарно проводят обследование, выявление и диагностика этих заболеваний и принимают решение, то есть, до контрольной медицинской обследования. Заполняются соответствующие документы, это акт медицинского свидетельствования, после чего эти документы отправляются в область для подтверждения диагноза. Если гражданин предъявляет жалобы на областной медкомиссии, то есть, на контрольной медкомиссии, то на контрольной медкомиссии есть лечебные учреждения, которые закреплены для обеспечения обследований, и данный гражданин отправляется на диагностику этих заболеваний в эти лечебные учреждения. После чего, если диагноз подтверждается, то призывнику также заполняется акт медицинского свидетельствования, и он признается негодным призывной комиссией. Если он аггравирует или симулирует свое заболевание, то, соответственно, принимаются меры уже административного либо другого характера. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы работаем в прямом эпиле, наш телефон 4538-00. Звоните, воспользуйтесь возможностью задать свои вопросы, связанные с осенним призывом и вообще с призывом вооруженной силы нашим гостям, представителям руководства областного департамента по делу обороны. Ну, а мы продолжаем. Вот вы немножко коснулись льготников, да, и все-таки, да, у нас, Владимир Владимирович, а кто имеет законные отсрочки, да, вот кто вот именно по закону имеет право на отсрочки? И еще один вопрос, полагается ли отсрочка президентам, которые являются единственным ребенком в семье? В соответствии с пунктом 1 статьи 35 закона о воинской службе и статусе военнослужащих от 2012 года, отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется по решению призывной комиссии. Какие есть виды отсрочек? Отсрочка предоставляется по следующим основаниям. Первое – по семейным обстоятельствам. Второе – для продолжения образования. Третье – по состоянию здоровья. Четвертое – по другим причинам. Туда входят педагоги, врачи работы в сельской местности и так далее. Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется студентам, учащимся в высшесредних специальных учебных заведений, призывникам, состоящим в браке, имеющих одного и более детей, призывникам, занятым по уходу за членами семьи, являющимся пенсионерами по возрасту, либо инвалидам первой-второй группы. При этом при наличии других братьев-сестер, проживающих на территории Республики Казахстан, отсрочка от призыва не предоставляется. Педагогам, имеющимся соответствующим педагогическим образованием, работающим по специальности. Врачам, имеющимся соответствующим образованием, работающим в сельской местности. А по поводу являющихся единственным ребенком, предоставляется, если один из членов семьи имеет инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола. То есть, когда он кормилец семье, и, допустим, мама или папа болеет, тяжелый, инвалид, у него теоретически есть возможность получить отсылочку. Это закреплено законодательно, обязательно условия. Один из членов семьи имеет инвалидность, и где данный призывник является сыном, то есть призывником, гражданином мужского пола единственным. Соответственно, ему предоставляется отсрочка от призыва на срочную воинскую службу. Хорошо. Вот, Павел Шалказович, еще один вопрос. Как происходит распределение приземников по родам и видам войск? Да, ну, юноши некоторые могут прийти, и вот кто-то захочет служить танкистом, даже в будущем, чтобы, да, танкист же не просто танкист, это в будущем он может трактористом быть, да, на гражданке, да, или, допустим, кто-то хочет в артиллерии, кто-то в военно-морском флоте хочет служить, да. А как вы распределяете? Вы учитываете пожелания самого юноши, если вот он выражает желание служить там или там, да, и вот как вот это все происходит? И вот для тех молодых людей, которые нас слушают, подскажите, как им действовать? Вот кто-то хочет вот стать десантником, да, ВДВ служит, да, у нас, наверное, есть такие аэромобильные войска, насколько я помню, да, то есть вот как это происходит все в реале? Призывники Джамбулской области служат во всех регионах Республики Казахстан. Изначально Министерство обороны поддерживает экстерриториальный принцип комплектования, то есть изначально все призывники, родившиеся в Джамбулской области, должны быть отправлены в другие регионы Казахстана. Но на сегодняшний день у нас есть вот с весны текущего года запущенный проект пограничной службы Республики Казахстан, Департамента комитета национальной безопасности, где призывники призываются и проходят службу здесь у нас в области, в данном случае. Предназначение призывников по видам родов войск, вооруженных сил других войск и воинских формирований производится с учетом состояния здоровья, категории годности к воинской службе, также учитываются параметры роста и веса. В соответствии с требованиями призывники могут быть предназначены в пограничную службу Республики Казахстан, в воинские части Министерства обороны, в службу государственной охраны, в национальную гвардию, в Министерство по чрезвычайной ситуации. Распределение производится на местах, то есть в отделах и управлении по делам обороны в нашей области соответственно в обязательном порядке, конечно же, мы учитываем пожелания призывника. Но нужно тут понять, что, например, если призывник имеет рост метр шестьдесят, а требования, например, для десантно-штумовых войск требования не ниже метр семьдесят, либо не ниже метр семьдесят пять, конечно, мы его не можем туда предназначить и отправить. Ну и, соответственно, наоборот, да, то есть в танковые войска, наоборот, поменьше нужен человек. Совершенно верно. Если там двухметровый юноша, ну, наверное, ему будет самому неудобно служить, и он травму получит. Вот. В этой связи мы опять переходим к медикам, да. Хоныш Албузбайович сказал, что одно из видов отсрочек – это по состоянию здоровья. В этой связи к вам вопрос. Какие юноши, какие заболевания, вот уже как бы, да, вот пришел, доказано, действительно, есть болячка у ребенка, да, какие ребята, вот уже, могут уже не переживать, его вообще больше не позовут вооруженные силы, да, а по этим заболеваниям вы даете просто временную отсрочку, то есть, ну, допустим, там, ну, наверное, вот, там, вот там два-три года, я не знаю, да, после этого он может быть призван. Есть вот такие заболевания, разница? Значит, отсрочка предоставляется по медицинским показаниям в том случае, когда гражданин перенес какое-то острое инфекционное заболевание, к примеру. Второй момент – получил травму, то есть, острый период травмы, когда требует необходимое определенное время для реабилитации, восстановления, отсрочки, либо после операции тоже требуется восстановление и реабилитационный период. Вот три основных момента, на которых чаще всего граждане предоставляется отсрочка. Срочка предоставляется максимально до 12 месяцев, либо на 6 месяцев, либо на 12 месяцев, с последующим переосвидетельствованием в указанный срок. То есть, гражданину в итоге все равно должно, по нему должно принято быть решение послевременной негодности, либо он подлежит призыву, либо он освобождается от призыва по состоянию здоровья. Еще один вопрос. Вот есть у нас категория молодых людей, которые, ну, к сожалению, у него есть проблемы со здоровьем, там тоже плоскоступие, но он очень сильно хочет служить в вооруженных силах, общий вопрос. Вот для таких ребят есть какая-то возможность вот попасть в ряды вооруженных сил? Понятно, что уже он не будет десантником, там понятно, что он по объективным причинам там в моряки или куда-то не попадает. Тем не менее, для таких ребят есть какая-то альтернативная служба или что-то вот такие виды сейчас? Ну, согласно, опять же, приказу министра обороны номер 722, а именно приложение номер 6 данного руководящего документа, это категория граждан, на который присылается показатель предназначения. Вот Куаныш Алпаспавич сказал, что по родам войскам распределяется, это показатель предназначения. То есть есть перечень заболеваний, которые, к сожалению, не подлежат, ребята, служить в десантно-штурмовых войсках, силах государственного храна, но с этими же заболеваниями можно служить, к примеру, в Национальной гвардии или МЧС, к примеру, там можно служить. Соответственно, исходя из этого документа, приложения номер 6, некоторым ребятам можно служить в других родах войск. То есть просто им нужно попытаться пройти медкомиссию, психологические тесты, и потом уже будут приниматься решения. Наверное, это уже конкретно по каждому одному человеку отдельно. Совершенно верно. Это индивидуально. Все, вот я об этом и хотел спросить. Курен Службович, ну, как бы по срочникам все понятно, да? Теперь давайте поговорим по профессионалам, да? То есть по контрактникам, да? На основании каких нормативно-правовых актов и как оформляется прием граждан на воинскую службу по контракту? Кто имеет право идти служить по контракту? И какие к ним предъявляются требования? На воинскую службу по контракту принимаются граждане в Республике Казахстан на основании закона о воинской службе и статусе военнослужащих. Соответственно, и правил прохождения воинской службы в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан. Отбор кандидатов для поступления на воинскую службу по контракту производится в следующем порядке. Существляется прием документов, необходимых для поступления на воинскую службу по контракту, прохождение медицинского освидетельствования, определение соответствия уровня физической подготовки, определение уровня профессиональной подготовки соответствия имеющейся военноучетной специальности образования, прохождение проверки на психологическую пригодность. Граждане Республики Казахстан, не состоящие на воинской службе, изъявившие желание поступить на воинскую службу по контракту, подают заявление начальнику местного органа военноуправления или командиру начальника воинской части учреждений. Лица, поступающие на воинскую службу по контракту, должны отвечать следующим требованиям. Иметь гражданство Республики Казахстан. Второе. Обладать необходимыми личными, моральными, профессиональными качествами, уровнем образования, годными по состоянию здоровья к воинской службе. Третье. Быть не моложе 18 лет, за исключением курсантов, кадетов, и не позднее достижение ими предельного возраста состояния на воинской службе. Лица, поступающие на воинскую службу по контракту, принимаются на себя, установленные законами, ограничения, связанные с прохождением воинской службы, а также антикоррупционные ограничения, установленные законом Республики Казахстан о противодействии коррупции, которые фиксируются в письменной форме. А вот на контрактникам может стать человек, не служивший в армии, или срочная служба обязательно для того, кто хочет по контракту служить? Чтобы стать военнослужащим по контракту, нужно, во-первых, в обязательном порядке пройти срочную воинскую службу, либо пройти обучение в военно-технической школе Министерства обороны. Такая школа у нас в городе Тарас есть. Немножко можно подробнее о ней? Как туда поступить? Какие требования? В принципе, там сложного ничего нет. Любой гражданин в возрасте от 24 лет имеет право подать заявление для поступления обучения в военно-технической школе. Она называется на возмездной основе. Стоимость обучения стоит примерно 300 тысяч тенге, срок обучения 40 дней. Человек, то есть гражданин, обучается в данной военно-технической школе, по итогам он получает военно-учетную специальность. Получает сертификат и, соответственно, с этим сертификатом, с этой военно-учетной специальности полученной, он имеет право для поступления на воинскую службу по контракту. Константин Лазаревич, мне показывают, что уже меньше минуты осталось завершения программы, и я не могу не задать вопрос. А как быть тем, кто мечтает стать офицером, поступить в военное училище? Как им быть? У нас в Республике Казахстан существует три высших военно-учебных заведения. Это Военный институт сухопутных войск в городе Алмате, Военный институт радиоактроники и связи в городе Алмате и Военный институт сил воздушно-обороны в городе Ак-Тубе. Любой гражданин в возрасте от 17 до 24 лет имеет право на поступление в данные учебные заведения. Набор производится ежегодно. Если человек хочет в будущем стать офицером вооруженных сил, он должен прийти в местный орган военного управления подать заявление. Заявление принимается до конца апреля месяца. Любого текущего года в данном случае. Соответственно, если он хочет поступить уже получается на следующий год, он должен явиться в январе, в феврале, в марте соответственно месяца местный орган военного управления получить необходимый перечень документов. После этого пройти необходимое медицинское освидетельствование. Ему сотрудники местного органа военного управления помогут и объяснят выбрать факультет, какие необходимы документы. После этого мы его направляем по месту поступления. Понятно. К сожалению, нам показывают, что время нашей программы пошло к концу. Хотя были еще вопросы и Сергей Валерьевич тоже. Но призывная кампания только началась. Я надеюсь, что она пройдет без эксцессов. И двери нашего телевидения, нашей редакции, первой студии для вас открыты. Если будут какие-то новосты, нововведения или, не дай бог, какие-то проблемы, то, пожалуйста, мы готовы вам предоставить возможность выступить в этой программе, так и в службе новостей. Вам большое спасибо, господа офицеры. Спасибо. В завершении хотелось бы пожелать, чтобы департаментом по делам обороны были отобраны и призваны в армию самые достойные шамбулские юноши. Ну а будущим солдатам я бы хотел пожелать учиться военному делу настоящим образом. И поверьте мне, армия дает закалку прочности на всю оставшуюся жизнь. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин